На земле Леопарда в преддверии Всемирного дня туризма состоялось открытие сразу двух туристических объектов. Ожидается, что благодаря пейзажам с видовой площадки на бухту Средняя, Дальневосточного морского заповедника, новое место станет одной из ярких достопримечательностей Хасанского округа, где запланировано строительство круглогодичного курорта международного уровня. Автомобильный пешеходный маршрут начинается из Андреевки. Вначале туристы заезжают в Олени парк, смотрят на оленей, в полувольных условиях обитает более 350 оленей, кормят их, смотрят также на изюбрей. Мы планируем восстановить популяцию изюбря, у нас уже есть изюбри, самец и самка, и у них уже есть приплод. Поэтому у нас есть поводы для оптимизма. Дальше проезжают туристы на смотровые площадки, ну а после осмотра уже гуляют по заповедным бухтам. Прогулка занимает около четырёх часов. Восьмиметровый крест воздвигли вблизи видовой площадки на одной из самых высоких вершин кластерного участка Агамовский. Накануне праздника креста воздвижения на одной из южных точек Приморского края, в этом заповеднике, мы осветили Большой Крест православный. Крест имеет значение поклонной святыни. То есть здесь люди могут приходить для того, чтобы вспомнить о своей жизни духовной и обрести Божие благословение. Потому что в любом месте, где крест установлен, освящен, человек, приходящий к этому кресту, получает особое Божие благословение. В ходе мероприятия состоялась закладка уникальной аллеи первооткрывателей земли русской. Высаженные саженцы являются важной частью восстановления лесов для леопардов и тигров. В Хасанском округе, южнее Славянки, произрастает сосна густоцветковая. Это символ дальневосточного морского заповедника. В севернее она нигде больше в стране не растёт. И здесь, около креста, мы закупили в питомнике 12 сосен густоцветковых. И молодёжь их сегодня высадила. Гости нацпарка смогут увидеть новый туристический объект в рамках экскурсии «Олени и море». Отметим, также в основании нового поклонного креста была заложена капсула времени с посланием для потомков от специального представителя президента России по вопросам экологии и транспорта. Напомним, территория площадью 6 928 гектаров у полуострова Гамова вошла в состав нацпарка «Земля леопарда» по постановлению правительства России в 2019 году в качестве гамовского кластера. Ранее эти земли ежегодно страдали от пожаров, в которых выгорали краснокнижные густоцветковые сосны. А местные популяции копытных животных истреблялись браконьерами. После ввода охранного режима ситуация значительно улучшилась. Спустя десятилетия сюда вернулись тигр и леопард. Юлия Ракотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.